Весна обнажила все ямы на транспортных артериях города. Дорожники приступили к сезонному ремонту. Какой объем работ предстоит выполнить и в какие сроки. Вакцинация на краю земли. В Заполярье продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку уже получили более 4 тысяч жителей Ненецкого округа. Села славятся людьми. Телеканал Север продолжает знакомить с заслуженными жителями региона. Сегодня расскажем о сторожилах Харуты, которые верой и правдой прослужили на благо родного поселка. И начнем выпуск с хорошей новости. Маленькие жители Неси с 1 сентября пойдут в новый детский сад. Сейчас здание проходит лицензирование. Как сообщает информационное агентство НАУ24 со ссылкой на пресс-службу Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого округа, новый дом для дошколят в селе Несь прошел итоговую проверку. Здание соответствует требованиям проектной документации. Детский сад общей площадью более 1800 квадратных метров рассчитан на 70 мест. Для маленьких Несян предусмотрено 4 групповых ячейки, отапливаемые веранды для прогулок в неблагоприятную погоду, медпункт, пищеблок, зал для физкультурных и музыкальных занятий, помещение для персонала. Муниципальное предприятие «Чистый город» устраняет аварийную ямочность на дорогах Наринмара. Дорожные выбоины заливают переработанным асфальтом из рециклера. Это специальное устройство для повторного использования асфальтобетонной смеси. Наринмар почти полностью освободился от снега, а это значит, что дала о себе знать вечная проблема – яма на дорогах. Водители лихо объезжают образовавшиеся препятствия. Ну, в целом приемлемо, я считаю, потому что даже уже начали заделывать, что такого не было. Недавно у них появилась спецтехника, ноу-хау Наринмарская. Заливают горячим битумом хоть что-нибудь, оперативно действовать. На дороге как бы не очень хорошо, конечно, но, во-первых, Первомайскую надо. Ну, мне кажется, Первомайскую надо как-то подремонтировать. И Пионерскую. Пионерская вообще в ужасном состоянии находится. Первомайская и, получается, от городского моста до Качгорода. Там тоже яма. К аварийно-ямочному ремонту дорожники чистого города оперативно приступили на этой неделе. Работы выполняются по технологии рециклинга, которую предприятие использует четвертый год. Эта технология предусматривает переработку старого асфальта, добавление к нему битума, доведение до температуры 200 градусов и залитие в ямы. Хочу подчеркнуть, что данный вид ремонта является аварийным и не относится к полноценному ремонту. Более полноценный ремонт будет проводиться в течение лета. Данную технологию можно применять сразу после исхода снега. А ремонтным материалом служит использованный дорожный слой, что позволяет снизить стоимость работ. Что касается улицы Пионерской, то эта дорога была передана в ведение чистого города в 2021 году. К аварийно-ямочному ремонту здесь приступят в ближайшее время. Также на улицах Нарьенмара продолжается откачка талых вод. За последние две недели была откачана и вывезена более 5000 кубометров воды. Это 518 илососных машин. Откачка воды продолжается на жилых секторах. Центральные улицы города уже, как вы видите, сухие. Луж больших нет. Уже буквально тремя машинами идёт откачка. Кроме того, техника предприятия, которая ранее была задействована на уборке снега, сейчас убирает песок с тротуаров, дорог и других территорий. Ещё одна бригада чистого города приступила к ремонту памятников. Рабочие выполняют косметический ремонт самолёта капитана Тарасова, а также восстановят облицовку постамента памятника Ленину. Александр Литков, Дмитрий Лукевич, Антон Ведряков, Телеканал Север. Ситуация с эпидемиологической обстановкой в Ненецком округе стабилизируется. Уже вторые сутки в Заполярье не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтверждено 1093 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели 3 пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 8 пациентов. Примечательно, что все они получают лечение амбулаторно. В Ненецком округе продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцинировалось более 4000 жителей Заполярья. Причем прививаются как в окружной столице, так и в глубинке. Например, в далекой Амдерме, что на побережье Карского моря, вакцину получили порядка 60 человек. Алина Ваучейская продолжит тему. Перед тем, как получить прививку, каждый пациент проходит врачебный осмотр. Медик, предварительно изучив амбулаторную карту человека, проверяет температуру, насыщенность крови кислородом, измеряет давление. В Амдерме вакцинация идет в спокойном темпе. Очередей, как правило, не бывает. На сегодняшний день это будет 59 человек. Вот с кем и кто сегодня привезет. Но у нас еще есть желающие, поэтому люди сегодня мне сообщили, уже когда нам была отправлена вакцина, что они надумали наконец-то еще. Как только формируется группа желающих поставить прививку, медики Амдермы составляют заявку в центральную районную поликлинику. Ближайшим рейсом необходимое количество доз направляют в населенный пункт. Как только препарат поступает в медучреждение, обзванивают желающих привиться. Все, готов. Константин Сенькин сегодня поставил первую прививку. Говорит, такой формат проведения вакцинации довольно удобен. Во-первых, здесь очереди нету, чем в городах записываться не надо. И в отпуск ехать, чтобы уже с прививкой было. Ну и для себя. По подобному примеру, вакцинация организована практически в каждом населенном пункте. Всего же на сегодня привито 34% от населения Ненецкого округа, подлежащего вакцинации. Показатель – один из лучших по стране. Чтобы не сбавлять темпы, в профильном департаменте принято решение открыть дополнительные мобильные пункты вакцинации. Это будут стандартные пункты вакцинации в медицинских организациях во всех. Плюс мы рассматриваем возможность открыть пункт в детской поликлинике, потому что родители приходят со своими детьми и с бабушками. То есть пока ребенок получает медицинскую помощь, можно привиться. Рассматриваем вариант открытия пункта вакцинации на лесозаводе. Там у нас пятый участок функционирует, там достаточно большие помещения, можно открыть. Стратегический запас вакцины в Ненецкий округ уже завезен. На прошлой неделе в Заполярье поступило более 8 тысяч доз эпиваккороны, а несколько дней назад в Заполярье доставили 3 тысячи доз спутника ВИ. Как отметила Елена Левина, обе вакцины эффективны и дают стойкий иммунитет. Существенной разницы нет. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Общественная палата Ненецкого округа подписала соглашение о сотрудничестве с представителями региональных отделений политических партий. На заседании присутствовали представители региональных отделений партий. Единая Россия, коммунисты России, Родина, Справедливая Россия, «Патриоты за правду», ЛДПР и КПРФ на встрече не присутствовали. Данное соглашение позволит сделать выборы максимально прозрачными. Предмет соглашения, основная его часть, ключевой момент, то, что Общественная палата совместно с политическим партием будет готовить наблюдателей предстоящие выборы осенние. Тут необходимо отметить, что не только непосредственно самая дата выборов, а это будет процесс полностью, то есть начиная вот с этого времени и заканчивая фактически там концом сентября. Направления сотрудничества на этом не заканчиваются. Проведение взаимных консультаций, создание специальных условий, взаимодействие по вопросам наблюдения и контроля за выборами, а также совместное освещение информации в СМИ. Соглашение было направлено всем политическим партиям. Три партии его подписали, три оставшиеся воздержались. Добавлю, соглашение перестанет быть действительным по истечению 30 дней с момента проведения сентябрьских выборов. Жители Заполярье, вернувшиеся со срочной военной службы, могут получить единовременную денежную выплату. Молодые люди, окончившие службу в ноябре-декабре 2020 года, могут получить единовременную выплату в размере 13 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 июня этого года. Из документов необходимы копия военного билета и паспорта, ИНН, СНИЛС и реквизиты лицевого счета. Оформить заявление можно в администрации муниципального образования или в администрации района. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 4-72-16, в будние дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30. Жители Ненинского автономного округа могут стать участниками ежегодной всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Она пройдет с 19 по 26 апреля. В рамках акции жители смогут принять участие в благотворительном сборе лекарств и кормов для бездомных животных, который организует ресурсный центр добровольчества Ненинского округа. Также наринмарцы могут самостоятельно организовать сбор вещей для малоимущих семей, провести субботник или оказать помощь пожилым одиноким людям. Если у вас есть идеи доброй акции для нашего региона, но вы не знаете, как ее организовать, вы можете обратиться в ресурсный центр добровольчества. Все интересующие вопросы по поводу «Весенней недели добра» вы можете задать по телефону 601-88. Зажигательный прямой эфир прошел на теплом радио Севера. Живой звук музыкальных инструментов и сильный голос вокалистки создали невероятную атмосферу. О том, какие гости побывали в студии, в этот раз расскажет Елизавета Кабанова. Смех, звучание инструментов, красивый вокал и интересные истории из жизни коллектива. Именно так прошел прямой эфир радиостанции «Север-ФМ» и эстрадно-инструментальной студии «Кьюренд Процесс». Вопрос о себе задам, а Игорь задаст вопрос уже о другом. Какие вы, ребята, скромные, прям. На радиостанции подобные концерты в прямом эфире уже не что-то новое. Несколько лет назад «Кьюренд Процесс» также были гостями «Север-ФМ». В прошлый раз они собрали много положительных комментариев. И в этот раз все прошло в дружеской и веселой атмосфере. Как для любых творческих людей, нам тоже хочется развиваться и придумывать какие-то новые форматы. А сейчас, когда прошел вот этот вот карантинно-культурный год, когда люди очень соскучились по живым выступлениям, наконец-то артисты Дворца культуры Арктика выходят на сцену, а нам, в свою очередь, очень приятно их приглашать в себя в студию, чтобы пообщаться с ними, услышать их новую музыку и дать возможность услышать эту музыку нашим слушателям «Радио Север-ФМ». Радиостанция следит за трендами своих больших коллег. Поэтому, переняв их опыт, «Теплое Радио Севера» тоже решили радовать своих слушателей интересными и новыми звучаниями. Правда, столкнулись с небольшими трудностями. С технической точки зрения такие концерты довольно сложно организовать, посложнее, чем на сцене, потому что пульт у нас рассчитан не на большое количество инструментов, поэтому приходится как-то выкручиваться. Но мы вышли из положения, подключили там другое оборудование, и сейчас можем себе позволить сделать такие концерты в прямом эфире. Ребята пришли на радиоэфир не с пустыми руками. Они приготовили вопросы для слушателей. Первые, правильно ответившие жители Ненецкого округа, получили билеты на их предстоящий концерт. На выходных у нас состоится концерт. Для нас это огромное событие, и, я думаю, как для многих людей, потому что не было долгое время концертов. И мы стремились к этому концерту два года, можно сказать, в сумме. И ребята покажут очень многое, чего добили за эти два года. Много произведений, много новых достижений. И на концерте также будет очень много авторской музыки. В ней принимало участие абсолютно все количество нашего коллектива. Как признался нам Игорь Саботович, ребята были очень воодушевлены приглашением «Север-ФМ» и репетировали до поздней ночи. Послушать их музыку вживую желающие смогут с 17 апреля в 17.00 в Дворце культуры Арктика. Билеты можно приобрести в кассах. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В 2021 году поселок Харута отметит 124-летие. Он был основан ижимским крестьянином Федором Каневым. С того времени в населенном пункте на реке Адзева живут и трудятся настоящие патриоты своей земли. О судьбах старожилов поселка расскажет Наталья Дуркина. Сегодня мы привыкли к тому, что дети добираются в школу, например, на машинах, автобусах, пешком. Рассказы наших родителей, дедушек и бабушек о том, как они преодолевали путь в Дом Знаний, порой кажутся немыслимыми. Я еще удивлялась, как могли свои отдавать детей. Не знаю, но они, мы знали, кому отдают, но нам так казалось. Ехали до первой деревни Ларко, назвалось. Это уже по усе, от Петруни до Адзева-Вума по усе ехали. Первая деревня Ларко, теперь этой деревни вообще уже нет. Ездим куда-то там. Потом мы там ночевали у кого-то. Кто-то этих женщин поручили нас везти дальше. Там уже мужчина, ее на лодке опять ехали. И сами гребли, он только управлял лодкой. Так на лодках добирались до школы по реке несколько дней, останавливаясь в деревнях, чтобы переночевать. Ребята заходили в первые дома. Там их кормили и оставляли на ночлег. Утром опять в путь. Причем немалое расстояние приходилось идти пешком. Нас пешком на тропинку выбили и сказали дальше идите сами. Мы прошли тогда деревню Адак, называлась. Там тогда было два Адака. Теперь я не знаю как. Старый Адак и новый. В новом Адаке были заключенные, жили. Свободные. Наверное освободили, но не совсем. Сами по себе жили. Адак прошли, новый Адак очень запомнился. Потому что у нас в деревне ничего такого не растили еще в те времена. Кроме турнипсада, то, что растет в природе. А там были всякие огороды. Самостоятельность прививали еще в школе. Тогда ученики пилили и кололи дрова. Ходили на сенокос, помогали заготавливать веткорма. А иногда и пасли коров. Навыки взрослой жизни помогли, когда Анна Дуркина поступала на учителя. На питание там уже, конечно, постоянно было, хотя слабенькое, но стипендию уже давали. На стипендию питались. Купить-то уже что-нибудь, купить из одежды. Так, все же, были же боевые девчонки. Большой курс-то был у нас, так, взаимопомощь. Например, стипендий по три рубля сложимся, покупаем одному что-нибудь. В другой раз сложимся на другом что-нибудь, купим из одежды главной. В 65-м году Анна Александровна приехала в Харуту. Работала в начальной школе в разных должностях. Потом настали тяжелые времена. Зарплаты не хватало. Учителя как могли помогали друг другу. Пенсию стала получать, чтобы другие больше получали уроки. Некоторые отдала своим, например, труд, рисование, физкультуру. Да, такие труды отдала другим, а сама доплачивали от пенсии. А потом совсем как-то плохо стало зарплатой. И мы остались следили, все уже держались, чтобы не уйти на этот кружок ком-языка или не знаю, какие-то кружки вели. А потом ушли в 91-м году. В 96-м Анна Александровна вернулась в школу. Работала учителем, вела продленку. В 2008-м её перевели на должность организатора внеклассной работы в музей. И только недавно Анна Александровна оставила свою карьеру. Кроме специальностей учитель и врач, мы ничего не знали других специальностей. Фельдшер Мария Орочева спасла немало жизней. Принимала роды и всегда успешно. Впрочем, однажды случились у одной женщины осложнения. Пришлось вызывать санрейс. Вертолётная площадка находилась на другом берегу. И Мария Архиповна на лодке встречала доктора. Она очень далеко унесла, потому что вода была очень большая. Да у меня унесла. Но уже до старой, до старой хоросты нас унесла. Ну, еле-еле, еле-еле карабкалась. До берега, как-то до берега дошли же, да. Ну, доктор-доктор-то спрыг-прыгнул, свои ботинки, когда всё вымолкнуло, и убежал в медпункт. Он принял, роды принял, нормально. 41 год проработала Мария Орочева, пока не ушла на заслуженный отдых. На её памяти посёлок Харута строился и разрастался. Стали этот посёлок меньше. Оленеводы стали на ущедлощи отпускать и стали строить дома, колхозные дома. Вот эти все колхозные дома, вот такие. Сколько тут маленьких домиков, это все колхозные дома. Оленеводы приезжают, и некоторые остаются на ущедлощи. Колхозников обеспечили вот такими домишками, а потом стали двухэтажей дома строить. Тут уже стали уже как квартиры учителям, как бы медработникам. Сегодня в посёлке проживает около 500 человек. В Харуте есть средняя школа с большим спортивным корпусом, детский сад, амбулатория, дом культуры, библиотека, ветеринарный участок, аэропорт, почта и частные магазины. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», посёлок Харута. Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова